Несколько домов разрушены в результате обстрела Киевского района Донецка. Перестрелки возникали и в области. В Маринке этой ночью шли бои. Не утихают взрывы в Широкино. Под огнём окраины Горловки. О ситуации в Донецкой области Светлана Павлюкова. Накануне вечером обстрелу подвергся Киевский район Донецка. Разрушены несколько домов. Жители Кубышевского района рассказывают о последствиях взрыва на химзаводе. У нас балкон вылетел, там рама вся лежит на балконе. Всё вылетело полностью. Вот балкон полностью, вылетела рама. И во дворе, там еще подъезд, опять целлофан вылетал. Только заделывали, всё опять пооткрывало. В районе нет воды. Её сюда привозят в баках. Люди выстраиваются в очередь за несколько часов до приезда машины. Вот сейчас закончится, вот она последняя. Постойте здесь минут 40, да, и уже очередь будет на следующий привоз. А его привозят полчетвёртого в четыре. Посёлок Северный под обстрелами уже год. О своих ранениях рассказывают местные подростки. И меня ранило вот возле того дома. Вот я вот там с дедушкой шёл в магазин, а снаряд летел, попал в дерево. А у меня осколок попал. Дедушка Лёха, я присел, и у меня попала осколок. 5 ноября был обстрел. И мы с друзьями играли в футбол. Думали, а не попадёт. Но оно упало на поле. А я как раз убегала. Вот мне разорвало. В минувшие сутки неспокойно было вблизи Донецкого аэропорта под огнём «Спартак». Стреляли на окраинах Горловки. Ночью в Маренке снова шли бои. Под огонь попала Красногоровка, где в начале июня снаряды изрешетили местную школу. Мне даже теперь становится непонятно, с кем воюют взрослые. С детьми. Я знаю, что ученики, выпускники этой школы есть. И если они помнят, то в этой школе учили только добру. В этой школе особый микроклимат. Обстрел начался рано утром. Детей в школе не было и никто не пострадал. Экзамены у выпускников принимали уже в разрушенном здании. Среди детей нет жертв. Слава Богу. Это было утром. Но дети идут, родители идут и просят, чтобы школа работала. Я не знаю, кто это сделал. Но взрослые, вы же должны заботиться о детях. Разрушили. Ну, очень быстро. Мне бы хотелось, чтобы так быстро её восстановили. Чтобы мужчины закатали рукава и вместо оружия взяли в руки, наверное, то, что нужно строить. Ломать, конечно, не строить. Не знаю, получится это или нет. Но, скорее всего, я так понимаю, что на этой школе поставили точку. По-прежнему неспокойно на юге области. Продолжаются бои в Широкино. Светлана Павлюкова, телеканал Донбасс.